Сборка-разборка, стрельба из автомата, метание гранаты, все это совсем не для борьбы со школьными сорванцами, научиться самим и научить ребят элементарным вещам в военном деле. Вот она, главная задача учителя ОБЖ. Ну, а чтобы чему-то научить, тем более ребенка, желательно лично побывать на рубеже. Боевые автоматы, боевые патроны и шесть выстрелов. Получается две семерки, две восьмерки и одна девятка. Здесь сразу видно, кто служил в армии, а кто нет. Учителя-мужчины как-то сразу оторвались от коллег-женщин. Многие из них не то что стрелять, автомат в руки взяли впервые. Вот, должна ровно посередине. Вот так вот должно быть, вот так. Ага, все. Понятно. Буквально в нескольких метрах от автоматной локации граната метательная, под чутким руководством военного. Учителя ОБЖ соревнуются в метании на 30 метров, всем известных лимонок. Норматив, как оказалось, не дается легко. Оказывается, сложно. Раньше сами не кидали, кидали только дети, а сейчас, оказывается, тяжело. Не самым простым заданием стало и знакомство с защитным костюмом. Попробуй-ка, одолей резиновый наряд, если и его ты держишь в руках впервые. Разумеется, все эти навыки в теории учителя ОБЖ знают на зубок. Однако, не каждая школа имеет возможность закупить такое снаряжение для практики. Мышечная память, она нету ее, а она должна быть для того, чтобы успешно все это одевать. Такие вот сборы среди школьных преподавателей ОБЖ проходят, пожалуй, впервые за последние 20 лет. На полигоне Подпригорском практические занятия освоят более 150 человек. Подобного могло не быть еще 20 лет, если бы не создание центра патриотического воспитания. Ставится задача руководством страны о создании зональных центров военно-патриотического воспитания, то есть районных. То есть в каждом районе есть такая потребность, значит, в каждом районе уже создать аналогичный центр. Президент сейчас объявил, что у нас национальная идея – это патриотизм. И все начинается с патриотизма, я так считаю. По уверению педагогов, теперь и детей станет легче учить основам военной службы. Добавляют, хорошо бы сделать такие сборы ежегодными. Во-первых, это возможность лично опробовать военное ремесло. Во-вторых, обмен опытом с коллегами. Ну а как бонус – отведать пусть не кашу, но настоящий солдатский чай. Качество отличное. И оператор. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.